Лучшие школьники со всей страны собрались в ДВФУ с амбициозной целью. Победители школьной лиги вместе с учеными намерены создать вакцину против рака. Подробнее в сюжете. Себя они называют сливками научной молодежи. Понимают, что не скромно, но это правда. У этих школьников в активе медали Всероссийских Олимпиад по химии, физике и математике. Впереди у них 10 дней работы в лабораториях самого продвинутого вуза страны. Задача этой группы школьников – выработать новый подход к решению проблемы онкологии. Более взрослые люди, они наштудированы, можно так сказать, что на одну стезю они видят только один выход из проблемы. Мы хотим подойти к этому с другой стороны и посмотреть разные варианты решения данной проблемы. Таких умных и неравнодушных в зале 250 человек. На открытии очередного молодежного форума на наград эти девчонки и мальчишки приехали в Приморье со всей страны. Для них это награда за победу в образовательной программе «Школьная лига Российской корпорации нанотехнологий». Вместе с учеными и инженерами крупных российских компаний в ДВФУ они будут разрабатывать реальные проекты для производственных предприятий. Это просто хорошие дети, которые совершенно точно в высокотехнологичном бизнесе будут и полезны, и уместны. На наград больше, чем форум. Возможность будущего трудоустройства. В Роснано этот проект запустили 7 лет назад. Каждый год организаторы проводят его в разных городах. Начинали с Пензы, потом Казань, Москва, Тольятти, Саранск, Ульянов, Сочи и вот Владивосток. Все для того, чтобы выявить самых достойных и способных культивировать самые смелые и прорывные идеи для российского рынка технологий. С приветствием в адрес участников на награда выступили представитель Оргкомитета социального проекта «Дети Приморья» Светлана Тарасенко и вице-губернатор края Ирина Мануйлова. Вам, ребята, я желаю вместе с вашими наставниками, педагогами в эти дни творить, искать и находить, создавать, радоваться. Я желаю вам новых открытий. Проекты, которые вы делаете, это не просто фантазии школьников. Это наше будущее, это будущее нашей страны, это будущее мира. Новых идей от школьников этой смены на награды ждут реальные заказчики. Это 12 инновационных компаний в области инженерии, технологий и маркетинга из Москвы, Владивостока, Ульяновска, Саранска, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Самые перспективные внедрят в производство и выведут на рынок новых продуктов. Виктория Лобецкая, Александр Малыгин. Панорама. Виктория Лобецкая, Александр Малыгин. Панорама.